Приветствую друзья. Вчера в свет вышел уже 165 выпуск оригинального комикса «Ходячие мертвецы». Кратко напомню, что произошло в последнем выпуске. Александрия уже три комикса подряд находится под непрекращающимся потопом самого большого в истории вселенной числа мертвецов. Это дело рук нынешнего главы шепотов Беты, которого кстати мы уже не видим третий комикс подряд. Ходячие своей мощью снесли ограду Александрии и жители разбежались кто куда, оставив их лидера Рика Граймса фактически под ногами мертвецов, но в самый последний момент его спас неожиданный Ниган и они оба укрылись в ближайшем доме. Напомню, что прошлый выпуск был лучшим на мой взгляд за долгое время. Именно в нем перед нами раскрылся совершенно не с неожиданной стороны Ниган. Такого искреннего как там я его не видел никогда и у меня уже терпения не хватает увидеть его большой спич вживую в исполнении великолепного Джеффри Дина Моргана. Выпуск окончился на том, что Ниган и Рик договорились действовать сообща. Ниган будет периодически выходить за дверь и косить охапками зомби, а в это время Рик будет его прикрывать с помощью пистолета из-за двери. Новый выпуск ожидаемо начинается как раз на Рике и Нигане. И я хоть и терпеть не могу пошлость, но в устах Нигана в нынешней ситуации Александрии его неунывающий похабный юморок прямо таки как бальзам на душу. Короче говоря, не дает Ниган нам заскучать и в этом его преимущество перед вечно загруженным Риком, от пафосных речей которого клонит в сон. Нигана жутко возбуждает крошить в оливье ходячих, но в какой-то момент их становится слишком много и Нигана почти хватают, но тут на помощь приходит партнер Рик, который стреляет зомбаку в черепушку. Ниган спрашивает у Рика, не означает ли этот поступок начало новой дружбы, на что Рик говорит, что пока слишком рано для этого и нужно постараться выйти через другие двери, где мертвецов может быть поменьше. Следующая сцена нас переносит уже в другое здание, где укрылись оставшиеся Александрицы. Как мы помним из прошлого выпуска, мало нам знакомый житель Сиддик, очень похожий, кстати, на комиксового Иисуса, находит радиопередачи Кьюджина, по которому тот ранее общался с таинственной Стефанией из Огайо. Внезапно он слышит по радио голос, обращающийся к Юджину, но тут приходит еще одна девушка и предлагает потихоньку выходя добивать ходячих партиями, поскольку снаружи они потихоньку редеют. Видимо, люди постепенно отходят от шока и начинают понимать, что нужно перегибать ситуацию в свою пользу, потому что даже из лазарета женщина без руки решает присоединиться к атаке. Далее нас переносят Хиту и Дуайту, которые, как мы помним, партиями выводят ходячих из Александрии к океану. Однако на следующей странице мы уже видим, что ходячие почему-то перестали идти за мешон Иисусом и Мегги и стали кучковаться. В это время Андреа и Юджин под прикрытием Магны свою партию ходячих все же довели до скалы и те как миленькие падают вниз в воду, ведомые звуком океана. Вот только внезапно часть пришедших мертвяков решила развернуться и пошла на живых Юджина и Андреа. В это же время в Александрии стадо начинает очень сильно редеть и оставшиеся александрийцы храбро продолжают его выкашивать. А вот Мишон и Иисус потеряли из виду Мегги и Данты и поэтому Мишон встревожен, потому что боится оказаться окружена с двух сторон мертвецами. С одной стороны от Александрии, а с другой с океана. Дальше мы наконец-то видим реализацию плана предательства спасителей. Они пришли и уже повалили беднягу Хита на землю. Мы видим того самого чувака Негра Безглаза и Шерри во главе этой группы. Несмотря на злые намерения по захвату Александрии, они все же помогают скосить автоматную очередь у стада, но при этом по моему ранят в руку Дуайта. Кстати, я вдруг подумал, а вы не видели в сериальной версии спасителей кого-то, кто мог бы в будущем играть этого самого безглазого подручного Шерри. Просто интересно. По крайней мере, на вскидку ни один темнокожий у них пока никак не выделяется вроде бы. Дальше мы снова переносимся к Андреа и Юджину и, похоже, последний решает пожертвовать собой, отвлекая на себя мертвецов, чтобы Андреа и группа Магны смогли прорваться через стадо. Он просит горн и начинает вдуть в него, завлекая зомби. Его лошадь внезапно подскальзывается и падает, частично спасая ему самому жизнь, потому что ее сразу же начинают жрать, отвлекая внимание от Юджина. Однако Андреа таки не бросает друга и стреляет из винтовки входячих, пытающихся схватить Юджина. Помогают и Магна со своей подопечной. Андреа бросается к Юджину, чтобы его вытащить, но зомби слишком много. Уже не понятно, что внутри этой всей кучи происходит, кто кого укусил или нет. Андреа и Юджин крошат зомби, Магна стреляет, ее подруга тоже стреляет, но внезапно Андреа и Юджин оказываются на одной лошади. Уже на финальной странице комикса мы видим Андреа и Юджина радостно подскакивающих к Магне, но внезапно мы видим на шее Андреа и Юджина Рану. Откуда она? Царапина ли это от ногтя зомби? Или пуля Магны просто чуть задела шею Андреа? А может сам Юджин в порыве сражения просто задел подругу? Вариантов много. Конечно, сейчас основная версия, что ее укусили и для этого были вполне реальные возможности. С другой стороны, я вполне допускаю, что сама Андреа не знает укусили ли ее точно или нет, потому что слишком зашкварная суматоха там творилась. Понять кто кого ранил было нельзя. На такую концовку в письмах читателей даже высказался сам корректор выпуска Шон Маккевич. По его словам, Чарли Адлард и он никогда еще не имели столь быструю реакцию после прочтения сценария будущего комикса. Эта финальная картинка говорит все, что нам нужно знать. А пока вспомните солнечные деньки, завершает свой спич Маккевич. Что имел в виду корректор? То, что это такое расставание с Андреа. Теорий на ближайший месяц будет много. Абсолютно ясно, что никто из создателей пока не проболтается, что случилось все таки с Андреа. И вам больше скажу, я почти уверен, что вопрос с Андреа не отпадет и спустя месяц в новом выпуске, потому что весьма вероятно, что в нем, судя по обложке и описанию, внимание будет сосредоточено на стычке Александрийцев со спасителями. Судя по обложке и описанию майского выпуска, Андреа будет все еще жива и в апрельском выпуске, поэтому вопрос с ней Киркман будет тянуть еще скорее всего два месяца. Мне кажется, исходя из той обложки, ни сама Андреа, ни Рик не знают, что делать сейчас. Говорит о том и само описание. Возможно ли такое, может ли такое быть, что неизбежное можно как-то избежать? Рик и Андреа встанут перед сложным решением, которое им необходимо сделать. Заметьте, не Рик должен принять решение покончить с Андреа, а они оба. То есть есть еще один спорный кейс, который подкинул нам Киркман. Про гибель Андреа ли идет речь или все же что-то другое. Если включить конспирологию, можно подумать, что такой вполне угадываемый ход событий слишком прост для комикса и Киркман в который раз обманет нас, вывернув ситуацию наружу и например в итоге Рику нужно будет принять решение убить другого близкого человека, например Карла. Мы ведь знаем, что сила Александрии действительно на пределе и теперь еще и напасть пришла со стороны бывших друзей. Также интересно дальнейшее развитие Нигана. Захочет ли он воспользоваться ситуацией и снова возглавить так удачно напавших спасителей. Мне радует одно в отношении этого персонажа. Исходя из ответов на вопросы читателей, Киркман пообещал, что история Нигана крайне далека до завершения и возможно мы еще увидим крайне много трансформаций в этом человеке. Что имел ввиду Киркман? Предательство, дружбу или обретение мира а-ля сериальная Кэрол сейчас. Не хочется пока придумывать домыслы из воздуха, слишком уж многогранного персонажа саги придумал мистер Киркман, действие которого сложно предугадать. Также давайте не забывать, что жив и здравствует все еще бета и новый удар на сей раз после спасителей еще может нанести и он. Ну и нам опять зачем-то в этом выпуске напомнили про Стефанию из Огайо, которую не было слышно почти всю войну с шепчущимися. Чем этот персонаж может помочь или же наоборот навредить? Если предположить, что группа Рика все же отдаст Александрию, то тогда возможно просто иного выхода оставшимся в живых не будет, кроме как искать новые земли. Тем более до Огайо от Вашингтона, где расположена Александрия, каких-то 533 километра. Я напомню, что группа переходила гораздо большее расстояние. Например, из Атланты в Вашингтон они шли 870 километров. Ну что ж, друзья, это все на данный момент. Как вам этот выпуск? Верите ли вы, что Андрея укусили и она повторит судьбу своего экранного персонажа? Верите ли вы Нигану? Завоюет ли Александрию полностью спасители? Пишите ваши соображения внизу. Обязательно вступайте в нашу группу вконтакте. Если вы нашли, на ваш взгляд, интересную новость или теорию о ходячих мертвецах, прошу вас ею делиться в группе, ссылку на которую я оставлю в описании и которую вы видите на своем экране. Подписывайтесь на нее и будете всегда в курсе всех новостей о вселенной ходячих. Участвуйте в обсуждениях и не забывайте сами добавлять туда новости. Стена группы всегда открыта и это принципиально. Ну а пока спасибо, что досмотрели. Ставьте нравки, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал и на мою группу вконтакте. И да пребудет с вами сила великого Нигана. Любите его, он няшка. Удачи вам, друзья. Ах да, я почти забыл. Уже скоро ждите разбор 11 выпуска предыстории Нигана, а вот и Ниган. И я забегая вперед скажу, что в этом выпуске, на мой взгляд, достаточно много оправдается тех прогнозов, которые я делал исходя из предыдущего разбора 10 части. Ждите, как только у меня будет время, я обязательно начну разбирать и 11 часть.